Великое княжество Литовское Великое княжество Литовское Великое княжество Литовское И что интересно, большинство людей там говорили на русском языке и исповедовали православие. Однако элита, соответственно литовские бояре и сам великий князь литовский еще оставались язычниками. Это очень интересно, при том, что уже давно все приняли какую-то религию единобожескую. Либо ислам, либо, соответственно, католичество, либо православие. Но великий князь Литовский со своей свитой пока оставался язычником. И вопрос принятия той или иной веры стал решающим уже в 15 веке. До 15 века происходят еще некоторые события. Из-за того, что Литва оказалась гораздо более удачной в борьбе с Ордой, еще, соответственно, в начале 14 века литовский князь Гедемин подчинил себе Минское и Киевское княжества и впоследствии распространил свое влияние. Он и его сын Ольгерт распространили свое влияние на всю Западную Русь. Эти земли освободились от Золотардынского ига гораздо раньше московских земель и, в принципе, северо-восточных земель. Из-за этого Литва считала себя гораздо более перспективным центром объединения русских земель. Ведь действительно, большинство населения, этнические восточные славяне, говорят на русском диалекте и многие из них исповедуют православие. А язычников не очень сложно в православие перевести. Было бы желание. Соответственно, Литва была очень серьезной соперницей Москвы в этот период. Как только Тверь, как вы помните, еще в XIV веке отпала, выпала из этой битвы, выпала из нее навсегда, Великое княжество Литовское заняло место Твери в этом противостоянии с Москвой. Соответственно, после освобождения Западной Руси от ига и захвата этих земель в состав ВКЛ, Ольгер также пытался несколько раз взять Москву. Это период правления Дмитрия Донского. Однако, Дмитрию Донскому очень повезло. Всего за пару буквально лет до вторжения Ольгерда был построен впервые каменный Кремль. Тогда он еще был белокаменным вокруг Москвы. И эти белые стены, белокаменные, спасли буквально от нашествия Ольгерда. Ему так не получилось взять Москву, и он эту попытку, соответственно, эту идею свернул. Но серьезные изменения происходят уже в конце XIV, начале XV века. На момент, соответственно, победы в Куликовской битве положение Дмитрия Донского было очень и очень завидное. Это был человек, который объединил Северо-Восточную Русь против ига. Это был победитель. Это был серьезный лидер. И военный, и государственный. Поэтому на него начал засматриваться литовский князь Егайло в качестве, соответственно, своего напарника, в качестве такого союзника. Раз не получилось победить, то надо объединиться, он подумал. И он уже был готов жениться на дочери Дмитрия Донского и принять тем самым православие. Это была бы огромная победа для московского княжества. Ведь тогда Великое княжество Литовское с огромными территориями, на тот момент ВКЛ было больше Москвы, оно бы стало союзницей, как минимум, московского княжества. Это был бы большой успех. Однако, поход Токтамыша в 1382 году, серьезное поражение Москвы, возвращение Москвы в статус подданника, данника Золотой Орды, и Егайло принимает ровно противоположное решение. Он обращает внимание на Польшу и королеву Ядвигу, которой тогда необходим был муж. И, соответственно, в 1385 году он принимает судьбоносное для Литвы решение. Он женится на Ядвиге, становится еще и королем польским и принимает католичество. Тем самым литовцы-язычники, оставшаяся их часть, которая была в язычестве, перешли не в православие, а в католичество. И Егайло тем самым допустил очень серьезную ошибку. Он, по факту, разделил свою страну. Потому что была польско-литовская часть, где были в основном католики, к которым переходил и латинский алфавит, и все, что мы видим сейчас в Литве или Польше. Вот эта культура. Но, однако, у него была и восточная часть страны, это западно-русские земли, где исповедовали православие, говорили на русском языке и использовали для этого кириллицу. То есть, страна буквально культурно разделилась, и Егайло ее расколол. Однако, именно в этот период, как ни парадоксально, Литва и достигла максимального могущества. Да, Литва стала, по факту, объединенным польско-литовским государством и стала самым большим государством в Восточной Европе. Но было два разных правителя. Если Егайло был королем польским, то его двоюродный брат Витовт стал великим князем Литвы, чтобы, соответственно, не расстраивать тех, кто исповедует православие на территории Великого княжества Литовского. Итак, в 1392 году он становится великим князем, и с этого момента начинается максимальный расцвет Великого княжества Литовского. В 1390 году Витовт начинает уже поползновение в сторону нового союза с московским княжеством. Явно у Витовта были претензии к Егайло. Явно он хотел отделиться от Польши. Он хотел создать новое государство, возможно, православное. В 1390 году он выдает свою дочь Софью за московского князя Василия. Это та самая Софья Витовтовна, которая впоследствии поучаствует в истории с «Золотым поясом», о котором мы с вами говорили не так давно. В 1404 году, однако, Витовт меняет свои интересы и начинает, наоборот, атаку в отношении Москвы. Он присоединяет Смоленск, а также предъявляет претензии на Псков и Новгород, которые считались такой сферой влияния, сферой зависимости Москвы. И начинается очень серьезный конфликт между, по факту, родственниками Василием Первым и Витовтом. И чуть не доходит до войны. Однако, впоследствии, уже прямо перед военным столкновением, бывшие союзники понимают, что их конфликт, по факту, выгоден только Орде, которая опять сталкивает две стороны одной медали, русские земли, будь то восточной или западной, друг с другом, чтобы ослабить обе стороны и обложить их еще более серьезной данью. Противники помирились, однако, после этого никаких разговоров о единстве ВКЛ и Москвы уже не происходило. Апогеем развития польско-литовского государства, пиком его могущества, становится 1410 год, когда объединенное польско-литовское войско под командованием Егайла и Витовта разбивает своего второго противника. Это, разумеется, Ливонский орден. Мы о нем уже говорили в контексте Александра Невского давным-давно, но я думаю, вы помните. Это рыцарский орден, который обосновался на территории современной Прибалтики. Это Латвия, часть Литвы и Эстония. На этих территориях существовал Ливонский орден и его государство, один из противников Литвы, ВКЛ. И, соответственно, теперь польско-литовское государство окончательно разбивает Ливонский орден. Этот орден вступает в полосу затяжного кризиса и уже такую яркую роль в Восточной Европе в международной политике не играет. Это была максимальная победа, самая успешная битва, которая совершена была Великим княжеством литовским. После этого Великая княжество Литовское, после смерти Витовта, начинает тоже затяжное пике вниз, затяжной кризис. И впоследствии Московское княжество также будет успешно воевать с ВКЛ. Ну а теперь перейдем к разговору о Твери. Интересный момент. Тверь в последней четверти XIV века переживает новый бурный расцвет экономический и политический. Политического зенита она достигает при своем князе Борисе Александровиче, который очень умело пользуется сложным периодом в истории Московского княжества. Это той самой междоусобной войной, о которой мы с вами говорили немногим ранее. Он пользуется постоянными усобицами между Василием II, Юрием Дмитриевичем, Василием Косым и другими участниками конфликта, чтобы навязать Москве выгодные для Твери торговые договоры. Теперь Тверь, в общем-то, начинает восставать из пепла, всем кажется. Однако вскоре Василий II одерживает окончательную победу в междоусобной войне и принуждает Бориса Александровича признать, соответственно, покровительство Москвы над Тверью. А уже в 1485 году Тверь станет частью московского государства и перестанет существовать как независимое княжество. Ну и поговорим, наверное, о самом необычном государственном образовании на территории бывшей Киевско-Новгородской Руси. Это, разумеется, Великий Новгород, Новгородская Республика. О том, как она устроена, мы с вами уже разговаривали. А теперь поговорим с вами о том, как она существовала в этот непростой период усиления своих противников. Новгородская земля всегда была как-то вне конфликта, как вы можете увидеть. Она особо не воевала с ордынцами, не участвовала в Куликовской битве, не примыкала ни к Литве, ни к Москве. Наблюдала за всем со стороны. Иметь в качестве союзника Новгорода было крайне выгодно. Новгородцы были великолепными торговцами. Их купцы торговали в Гонзейском союзе, как вы помните, то есть с немцами и другими торговыми городами. Однако в этот момент новгородцы оказались в очень незавидном положении. Они оказались буквально между двух огней, между двух нарастающих центров объединения Руси. Это Московском княжестве и Великом княжестве Литовском. В 1456 году Василий II I начал продвижение в сторону Новгорода. Разбил новгородцев под Руссой и навязал им договор, по которому их независимость уже слегка ограничивалась. С этого момента начинается некоторое последовательное падение Новгорода и его независимости. И вообще Новгородской республики в принципе. После этого новгородские бояре, перед ними стоял выбор, с кем объединяться. Новгород, уже понятное дело, не смог бы стать третьей силой в этом конфликте. Нужно было выбирать сторону. И если Московское, соответственно, княжество их пугало слишком деспотичной, слишком жесткой княжеской властью, которая может подавить их республиканские настроения, их некоторую демократию, то Великое княжество Литовское им нравилось тем, что оно не пыталось, соответственно, навязать им какую-то свою форму правления, свой политический режим. И поэтому новгородские бояре склонялись именно к союзу с ВКЛ. Однако в этот момент ВКЛ уже давным-давно стало католическим государством. И поэтому у Василия II появляется великолепный повод, а впоследствии и у его сына Ивана III появляется великолепный повод напасть на Новгород. В 1471 году новгородцы призывают Казимира IV, короля польского, вы его изображение видите на своих экранах, принять Новгород в состав Литвы. После этого отличный повод был использован Иваном III. Он заявил о том, что новгородцы отступили от своей веры, от православия и, соответственно, получил возможность напасть на них абсолютно законно для него самого. И происходит судьбоносная битва на реке Шелоне в 1471 году, в том же году, когда и призвали Казимира. Новгородцы были разбиты в пух и прах, а Иван III еще сильнее ограничил их независимость. Пока Новгород не стал частью Московского княжества. Но это был теперь лишь вопрос времени. А на этом у меня все. Большое спасибо за внимание и до встречи.